Итак, доброе утро, дорогие друзья! Всем привет! Доброе утро! И мы продолжаем изучать Тору. Вот видите, на фоне Тиевской синагоги. Сзади вы видите Тиевскую синагогу. Кусочек видно в окно, чтобы было красиво. Все. Итак, дорогие друзья, продолжаем изучать Тору и конкретно притчи царя Соломона и конкретно четвертую главу Влад Козовна смотрит. И он нам как раз и помогает потом на сайте все это ставить и редактировать. Все. Всем шалом, доброе утро! Итак, значит, четвертая глава. Четвертая глава у нас, она разворачивается по сценарию. Я так понимаю, что обычно это в каждой главе. В начале царь Соломон, он вводит нас в каждой главе в том важность того, что мы делаем. То есть он как бы делает такое мини-предисловие о каждой главе. И он нам дает, в начале понимания вводит, что это все идет от Бога. И что это важно. И что это для нас. Потом он нам объясняет не эти правила, как работает мышление. А дальше идут уже правила, как себя вести. Сейчас мы, по крайней мере, находимся еще в той части, где он нам объясняет, как работает сама система взаимодействия с Торой. То есть вот есть человек, потом он, есть, например, человек, есть еврей, который, евреи это военно обязаны, раб Бога. И, в принципе, вот эта книга, она направлена была на евреев. То есть царь Соломон, он был в царь Израиля. И он как раз евреям и объяснял в Израиле, в Иерусалиме. Он построил храм. Это был храм для всего мира. То есть там приносились жертвы для всего мира. Ну, то есть это была система, система как божественного присутствия для всего мира. Но в ней, например, евреи, сами евреи, они не могли в храме заходить в определенные места. Туда могли заходить только священники. А в святая святых мог заходить только коин, первосвященник. То есть есть права доступа. И вот у евреев, так как Бог, это как бы селекционно вывел народ от Авраама, Ицхака и Якова, которые с Богом соединились. И он вывел народ, который был в рабстве, в Египетском, был рабами. То есть перестанули на самый низ, чтобы жизнь Малины не казалась вообще. Потом Бог говорит, ну все, друзья, теперь выходим. Я вам показываю, что весь этот мир пластилиновый, то есть его нет. Это анрил, нереальность. А что реальность? Реальность это система управления миром. То есть система управления это Тора, это реальность. Мир это проекция, это реальность. И он показал это все, когда было 10 казней, море раступилось и так далее. Потом 40 лет в пустыне он эту как бы систему Тору, он передавал еврейскому народу. Такой тренинг 40 лет, значит 40 лет они в пустыне, ман каждый день выпадает ровно на день. И они собрали этот ман, едят его, он во рту превращается в любые, с помощью мысли, в любые виды еды, что ты захочешь помыслить. И в принципе это метафора такая, как в жизни человека. Человек же когда живет, он вначале все придумывает в мыслях, а потом он эти мысли пытается реализовать в реальности. Если мы посмотрим, то весь этот мир это реализация тоже каких-то идей, каких-то мыслей, каких-то людей. И потом, значит, прошло после дарования Торы 1000 лет примерно, и царь Соломон построил, сын царя Давида построил первый Иерусалимский храм. И обратился к еврейскому народу и ко всему миру, наверное, рассказывая вот эту, свои притчи, чтобы вот эту великую мудрость перевести в понятный язык. И вот он говорит в восьмом отрывке, в восьмом отрывок четвертой главы, он говорит, Салсилэа утрумэмэха, он говорит, превозноси ее, Тору, то есть ты ее превозноси, и она тебя поднимет. Тихабдэха, тихабэтха, то есть ты ее должен почитать. Тихабкэна, когда ее ты обнимешь. До этого он нам говорил, что Тору надо любить, не оставлять и любить. Сейчас он говорит, ее нужно поднимать и обнимать. Это очень интересная метафора, как можно Тору поднять и как ее можно обнять. Значит, у каждого человека есть внутри система приоритетов, система ценностей. Вот, например, спроси там, человек идет по улице в спортивном костюме, что для тебя важно? Он скажет, для меня важен спорт. То есть для меня спорт важен, он скажет, для меня спорт на первом месте. А другой человек идет такой прямо в костюме, в классическом, в гал, все эти бабочка там, и, ну, в общем, идет прям все. Его спрашиваешь, а для вас что важно, мужчина? Он скажет, для меня важен внешний вид. Внешний вид это самое главное, то впечатление, которое ты производишь, это самое главное. Для третьего, а третий сидит, пиво пьет возле метро с семечками такой. И вот спросишь, а для тебя что важно? Он скажет, а мне важно ничего не делать, мне главное, чтобы кайф был. Вот просто сидеть, кайфовать, пивас, семечки и ничего не делать. Вот что для меня важно. То есть у каждого человека есть приоритетные внутри какие-то вещи, которые он сам лично превознес в своей системе координат, превознес их на какую-то величину. Кто-то говорит, главное в жизни, чтобы все было по правилам, не опаздывать, ну и так далее. А другой говорит, главное в жизни свобода. Третий говорит, главное любовь, любовь главная в жизни. И все, что ты называешь главным в своей жизни, оно начинает влиять на все твои решения, и оно начинает формировать твою жизнь. Как изнутри, как такая главная программа. Но у человека есть система вот этих вот ценностей, она разная. Ну то есть не одна ценность, у него есть много. И у большинства людей они входят в противоречие, потому что эти системы ценностей формировались в разные периоды жизни. И потом, когда наступает возрастной кризис, когда система ценностей перестает работать, а как человек узнает, что она перестает работать? Ему плохо. И он такой, ну что там мне плохо, все время плохо и плохо, что ж такое? И у него кризис, бах, и происходит переоценка ценностей. И он говорит, а, наверное, то, что я считал важным, перестало быть для меня важным. И другое что-то стало важным. И у него опять на какое-то время начинается новый этап в жизни. Потом у него опять кризис, бах, переоценка ценностей. Вначале ему были важны деньги Он гнался, гнался, гнался за деньгами Догнал Нет, деньги не важно уже Это что самое главное Опять за ними гнаться, уже нет смысла гнаться Тогда что важно? Важно другое что-то Там любовь, любовь важно Любовь важно Потом бах, женился, все, а жена с другом ушла Как теперь ему быть с такой ценностью? Он говорит, нет, любовь не важно И тогда ему сразу легче И дружбу заодно запорол, и дружба не важна То есть у каждого человека есть вот этот набор ценностей Который формирует его решение Сказал нам царь Соломон Подними Тору, чтобы сделать Тору Самой главной, и она тебя возвысит Что это значит? Вот, например, у каждого из нас Есть множество вопросов Множество вопросов Вот у Александра Алика, ремейстера У него вопросов в три раза больше, потому что у него три имени Он три имени, он с именем не может Со своим разобраться, как его зовут Тем более у него много вопросов О жизни У Анны Дилер наверняка есть вопросы Да, шаботов То есть и ты живешь вот в этих вопросах И не знаешь, что делать Теперь, как решать? Человек все время действует наугад Он пытается провернуть старые схемы И старые, как у него раньше Принимал он решение Но тогда он будет все время топтаться на одном месте Как хомячок такой Он в одном месте Потому что он все время принимает те же решения, как вчера делал Другой человек говорит Ну я сейчас пойду интуитивно Пойду вперед Буду новое какое-то придумывать Бах придумал, а новое Закон Паретта 80% неудач будет у него То есть по закону Паретта 20% действий эффективные 80% неэффективные Опять Папа Далова Третий вариант Он идет советоваться Идет он советоваться К какому-то умному человеку А умный человек Он даже сам часто не знает Вот какой-то там умный, результативный Почему он умный, результативный? У него получилось Он как бы сел на этот конвейер И он дает такой же совет Он говорит Знаешь Знаете, как дает совет? Это очень хорошо Стивен Кови описал Когда один человек к другому приходит К окулисту И говорит окулисту Вы знаете, я плохо вижу Окулист снимает свои очки Говорит Ну на, вот у меня тоже зрение плохое А сейчас говорит На, вот эти помогут Тот ему говорит Ну у меня же другая проблема-то Он говорит Что ты мне рассказываешь? Я знаю У меня плохое зрение Вот в очках я вижу хорошо Что ты мне рассказываешь Про свою проблему? У меня такая же На тебе очки И все Вот так обычно люди дают советы То есть они дают советы Не вникая в ситуацию другого Потому что Ты не можешь знать Ситуацию другого человека Пока не попадешь на его место Пока точно не будешь знать Все возможные там варианты И так далее Теперь значит Какой у нас выход остался? Все Ну вот выход Восьмой отрывок Четвертой главы Превозноси Тору Тора нам рассказывает Обо всем Вот Тора Она дает конкретные Абсолютно конкретные Четкие инструкции Как надо действовать В бизнесе В жизни В отношениях В женитьбе В работе В отдыхе В неотдыхе Во всем То есть нету Шелхонору рассказывает Даже как вести себя в туалете Есть конкретная инструкция Как вести себя в туалете Как вести себя в бане Как вести себя в предбаните Тоже есть инструкция Что можно говорить Что нельзя Все прописано и проверено Как проверено Три тысячи лет Знаете как Когда выходят с какой-то системой И хотят показать Что она крутая Пишут Основана в 1907 году А это основана Три тысячи лет назад Система И носителями Является Еврестий народ Который Проходя через любые сложности Любые испытания Любые страны Любые времена Любой-любой Еврестий народ Благодаря вот этой системе Тори Он выживает Он процветает Он в любом месте Где он оказывается Он занимает Удобное положение И живет себе спокойненько Если только не начинает Нарушать Тору То он мог бы В любом месте Еврестий народ Быть бы в идеальном состоянии Только начинаются проблемы Когда начинают Евреи нарушать Тору Это начинаются проблемы Что тоже здесь В Торе же самой И рассказано Потому что Первая глава Сразу царь Саламон Нас предупредил Что если вы оставите Тору Он сказал Будут такие проблемы А дальше не одумайтесь Будут такие проблемы А дальше не одумайтесь Прямо в первой главе написано Будет шоа Будет катастрофа Будет уничтожение Потому что Когда вы Бога оставляете Бог оставляет вас В первой главе Все было предупреждено Понятно, да? Значит Что нам советует Царь Саламон Как детям своим Как бы потомкам Он говорит Салсилея Превозноси ее И она возвысит тебя Все Значит Если ты ее Будешь почитать Она тебе Даст почет Если ты ее Обнимешь Что значит Обнимешь Обнимешь Это ты с ней Будешь вот все время В обнимку То есть Это как Самая близкая Для тебя Да? Как сейчас поступить А что нам Тора В этом случае Говорит И все И ты ее обнял И она тебя поднимает Тебя все уважают Потому что В первую очередь Тора тебе говорит Не говори Не говори Не говори Нельзя заходить Двигаемся дальше Девятый отрывок Титен Учиться Приступной группировки Когда-то Он же Хазар Пятеро Талдотру У тебя на голове Что у тебя есть Никто Тебе не обещал Что ты утром Проснешься Никто Тебе не обязан Давать Две руки Две ноги Кто Где обещание Что у тебя должны быть Руки Ноги Кто То есть Есть Радуйся И когда он Страивает В тебя Вот эту вот Систему Сад Благодарности Ты становишься Все время Благодарный Радостный Счастливый То он утверждает А современная Психология Это подтверждает Что вокруг тебя Начинает образовываться Невероятное поле Которое Втягивает В твою жизнь Позитив Приятных людей Всякие Супер события Все Сад Благодарности Это как раз Девятый отрывок Что значит Даст На голову Твою Прекрасный Венок И Даст Корону Доставит Корону Это не всем Рав Шалом Аруш Он написал Несколько книг Его книги проданы Уже там Чуть ли не миллионы На всех языках Экземпляров Сад Благодарности Сад Веры И так далее То есть он Это корона То есть он уже Рав Шалом Аруш Себе на все поколения Заработал корону Как человек Который помог С сотням тысяч Людей Вернуться к Богу И получить счастливую жизнь Это корона Настоящая Теперь дальше И как он пишет Вы знаете интересно Как он пишет Откуда взялось У него была Очень тяжелая Жизненная ситуация Он был весь У него были долги Страшные Страшные долги Он вообще не знал Как он из этого вылезет И он начал Выходить За город И он по пять По шесть часов в день Благодарил Всевышнего Он значит В поле У нас деньги У нас деньги есть Все есть Но так Чтобы ты был Таким веселым человеком Быть счастливым Ну как ты можешь У тебя есть нечего В жизни одни проблемы Ты болеешь А ты такой веселый Научи нас Он говорит Хорошо научу Значит начал он учить Потом он написал Об этом книгу Сод веры Сод благодарности Потом эти люди же Которые ему Он им должен был Деньги Там разные И так далее Они ему сказали Слушай Это огромное счастье Ты нас научил Быть счастливыми Это стоит Всех денег в мире И короче Ему все Долгов нету Книга Эта книга Сод благодарности Продалась там По моему 200 или 300 тысяч Книг продалось Ну естественно Что у него Каждая книга Там ну доллар Хотя бы ему принесла Он значит У него есть деньги Он все эти деньги Дальше вкладывает Чтобы было больше Счастливых людей Становится там Основателем Целого движения У него хасида Много Там синагоги Ну целая Община его последователей Раф Шалом Аруш Который Вся его система Построена на благодарности Красиво Значит И десятый отрывок Последний Да Давайте на нем остановимся Что Говорит царь Саламон Шмабни Он говорит Слушай сынок Он говорит ВК хамарай Не просто слушай А возьми мои слова Вот это вот Большая разница Услышать И взять слова Одно дело Когда ты услышал В одно ухо влетело В другое вылетело Я уверен Что мы все слышали Уже сотни раз Надо быть веселым Надо быть благодарным Надо быть веселым Надо быть благодарным Миллион раз А вот взяли ли мы Эти слова для себя Или нет Это вопрос Вот царь Саламон Зная как устроена Голова человека Он и говорит В 10 отрывки Шмабни Услышь Услышь это значит Пойми ВК хамарай Возьми слова Вот чтобы взять слова Тут надо потрудиться Нужно сделать Повторение Мать учения Кто учит Не повторяет Похоже на того Кто сеет И не собирает урожай Учили мы Впертьевод Тот кто учит Для того чтобы обучать Тому с неба Помогут И выучить И обучать А тот кто учит Для того чтобы сделать Тому с неба Помогут И учить И обучать И сохранить Запомнить Вот это то что он сказал И сделать Поэтому для того чтобы Взять его слова Нам нужно после того Как сейчас я закончу урок Сделать выводы Сказать Прямо написать список За что я благодарен Это очень крутая тема Каждый час Находить хотя бы 3-5 вещей За которые ты благодарен И прямо на них Акцентировать внимание Благодарить Бога Я благодарен тебе за это У тебя за лампу благодарен За компьютер благодарен За урок благодарен Вот пишет Ярослав Матвишан Пишет Из Нюрнберга Шалов доброго ранку С Нюрнберга Благодарен Что и в Нюрнберде Меня тоже слушают И так далее То есть каждый час Быть благодарным И что будет Здесь нам царь Соломон Дал просто депозит Огромный депозит Он нам пообещал Вэйрбу Лэха Шнот Хаим И умножатся У тебя Годы жизни То есть Человек веселый Счастливый Он живет дольше Это доказано уже Доказано Прямо передоказано Самая большая Продолжительность жизни В Израиле В Нейбраде Там Множество людей Которые живут Больше 100 лет Почему веселые Веселые Радостные Благодарные Счастливые Живут намного дольше Потому что Никакие упражнения По здоровью Не помогут Если человек хмурый Если человек Недовольный Если он критикует Жалуется Обвиняет Если он Весь его настрой Негативный То он И внутри негативный Вокруг себя Он сеет Конфликт То есть Не критиковать Не жаловаться Не обвинять Это основа Позитивного мышления Это что не делать А что надо делать Благодарить Акцентировать внимание На то что тебя радует И Изучать Тору Для того чтобы Было тебе понятно Что делать Чтобы не быть В состоянии Постоянного Сомнения И софека Вот Итоги сегодняшнего урока И умножатся У нас годы жизни Обещал нам царь Соломон Если мы будем Наполним голову Торой И благодарностью Все Удачи Успехов Я тебя Дамир Тоже благодарю Очень рад что ты слушаешь Роти Из Казахстана Дамир Из Казахстана Слушает Роти Постоянно Класс Все дорогие друзья Вам всем удачи Успехов Сделайте выводы Напишите Прямо список За что вы благодарны И каждый час Минимум три раза Переключайте себя На волну благодарности Которая даст вам годы жизни Все Удачи Успехов Всем хорошего дня Субтитры сделал DimaTorzok